приветствую вас дорогие на добром канале на канале о современных репрессиях против верующих в россии в этом видео мы познакомимся с интервью взятым корреспондентом радио свобода у адвоката арлии чимирова который защищает в суде права свидетелей головы динадия шпаковского 9 июня 2020 года судья псковского горсуда галина белик приговорила 61-летнего псковича динадия шпаковского к шести с половиной годам колонии общего режима несмотря на отсутствие реальных преступлений он был взят под стражу в зале суда вся вина верующего сводится к совместному обсуждению библии с друзьями суд признал динадия шпаковского виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансирование посчитав что религиозные встречи с единоверцами являются не реализацией частного права на свободу вероисповедания а продолжением деятельности юридических лиц свидетелей говы ликвидированных решениями судов динадий шпаковский свою вину в экстремизме полностью отверг в обращении к судье с последним словом он напомнил о том что в советское время по ложным обвинениям были репрессированы миллионы граждан среди них и свидетели говы которых позже власти реабилитировали к большому сожалению история повторяется сегодня со мной и моими единоверцами поступают аналогичным образом обвиняют в чудовищных преступлениях которые не только не согласуются с моими христианскими убеждениями но и не укладываются в сознании здравомыслящего человека сказал верующий доказательства по делу включают лишь сведения о том что я исповедую религию свидетелей говы в том числе встречался для просмотра видеозаписи богослужений с единоверцами пел с ними песни молился богу и гови и обсуждал свои убеждения с другими заявил динадий шпаковский пояснил что ни одно из этих действий не упомянуто в законе о противодействии экстремистской деятельности верующий сослался на разъяснение правительства россии о том что судебный запрет 396 организации свидетелей говы не дает оценки вероучения свидетелей говы не содержит ограничения ли запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение суд не внял доводом шпаковского и приговорил его к шести годам и шести месяцам тюрьмы хотя прокурор запрашивал семь с половиной лет заключения данный вердикт самый суровый из тех что выносились в отношении свидетелей говов современной россии приговор шпаковскому как и решение верховного суда крыма по делу другого верующего артема дерасимова вынесены вопреки неоднократным требованиям рабочей группы оон и других международных структур прекратить уголовное преследование свидетелей говы решение судов становится все жестче с точки зрения международного права вердикт суда является произвольным лишением свободы за мирное исповедание религии заявил представитель европейской ассоциации свидетелей говы ярослав севурский геннадий шпаковский стал 11 свидетелем и говы отправленным за веру в тюрьму уголовное дело в отношении верующего было возбуждено в начале 2018 года перед этим спецслужбы в течение нескольких месяцев следили за верующим 3 июня 2018 его задержали в квартире у друзей в тот момент когда они мирно обсуждали библию вооруженные сотрудники фсб при участии бойцов омона выломали дверь и в течение шести часов обыстивали жилище после чего еще несколько часов допрашивали верующих в отделении правоохранительной структуры некоторых силовики склоняли к самооговору угрожая десятилетним тюремным сроком увольнением с работы и другими проблемами ну а теперь в завершение видео предлагаю вам послушать интервью которая корреспондент радио свободы после оглашения приговора взял у адвоката геннадия чпаковского арличи мирова геннадия чпаковского приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима за то что после запрета организации свидетелей и гов он встречался с единомышленниками читал библию и собирал пожертвования на нужды других верующих и это насколько я знаю самый суровый приговор последователям из тех что были вынесены последователям учения свидетелей и говы вы можете как адвокат рационально объяснить такую жесткость приговора жесткость власти в отношении этой организации ведь никаких насильственных действиях насколько я понимаю в ходе этого дела речи не шло вообще ну логическими довольно сложно объяснить чем судья ну в действительности руководствовалась потому что вообще у нее приговоры отличаются значительным таким гуманизмом даже там по убийству 105 она недавно разрешала дело и наоборот переквалифицирована необходимую оборону вообще дала даже не лишение свободы а просто ограничение там год и шесть месяцев то есть судья они обычно ну так хороший профессиональный взгляд имеет вообще ну как бы отличает реальных преступников от нереальных и по другим делам свидетелей говы в многих случаях судья ну ограничивается либо условно дают либо штрафы ну там может три года но это тоже так даже по тем приговорам где было реальное решение свободы даже такие противники или какие-то гонители свидетелей говы как там инициаторы всего этого как дворкин все лагив они даже публичное заявление делали что призывали суды не ужесточать каким-либо образом практику не давать реального лишения свободы что не надо делать мучеников и свидетелей говы что российское государство не должно бороться со своими гражданами что это мирные люди поэтому чем это продиктовано какая логика судей ну достаточно как бы сложно и из приговора вот я снимательного тоже смотрю считаю как то не расслеживается судья наоборот там говорит что ничего такого разжигающего вражду ненависть рознь еще чего-то этого нет в этом деле это тоже ничего не ну может быть конечно там что-то возобладало не знаю так но по сути сейчас просто последний не знаю там месяц-два какая-то действительно практика складывается вот последние два приговора по крыму ну крым как бы понятно там чуть-чуть что вообще как бы рассматривать что свидетели говы что там это мусульманские течения что чуть ли не это заделение как-то крыма хотя никогда свидетели говы ни в каких там политических этих они не вмешиваются и не но не противопоставляет себя с государством поэтому с чем связано здесь пскове такой жесткий приговор трудно так ответить а насколько по-вашему сыграл роль тот факт что шпаковский отказался признать свою вину но это изначально как бы было но во многих других делах которые в россии есть там же тоже видим что свидетели говы они считают что никакого преступления но не совершали но и в чем как бы признаваться что они мирно исповедуют свою религию отказаться от речься от веры но они как бы так это воспринимают в некоторых случаях там следователи еще как-то здесь дели ну по крайней мере сам геннадий рассказывал что ему предлагали в том что давай на особый порядок просто признаешь что деятельность как-то продолжил не надо просто подтвердить какие-то что-то свидетели говы и так далее мы будем считать что чуть ли не вину признал но и даже в любительном заключении следователь хсб она же не избирала ему там заключение под стражей сизо то есть не читал его настолько там социально опасным что он куда-то скроется убежит такую серьезную опасность продолжит заниматься преступной деятельностью хотя он не скрывал что он свидетель говы исповедовать свою религию он все молится песни еще что-то будет но его не стали там в сизо заключать поэтому даже следователь надеялась что приговор не будет связан с лишением свободы она даже открыто говорила об этом как бы шпаковскому и надеялась что таким суровым приговор не будет вы наверняка были знакомы перед этим делом с делами других последователей свидетелей и говы на чем вы строили стратегию защиты и существует ли вообще хоть какая-то стратегия способная действительно по-настоящему защитить права тех кто обвиняется в принадлежности к этой сейчас запрещенной в россии организации вот я сейчас несколько как бы решение приговоров или обвинкинг заключения и видим но везде вообще разная конструкция почему-то если это преступление исповедовать но религию свидетелей голоса жить и как бы об этом прямо но если это не так то а люди задаются вопросом а как они могут тогда свою религию исповедовать и сама судья и в этом процессе тоже говорил что свидетели бога не могут просто может быть как православных сидит дома как того поклоняться иконам и так далее понятно что нужно там встречаться со своими со верующими но и конституционный суд тоже сказал о том что существо религии она без того чтобы исповедовать совместно исповедовать свою религию там молиться говорить о своих взглядах убеждениях но по сути тогда это будет не религия и судья в приговоре тоже это как бы описал но она но вот с моей точки зрения но вот так чисто профессионально что обвинение изложила свою точку зрения что шпаковский якобы продолжил деятельность местной религиозной организации свидетелей бога которая запрещена в городе пску но здесь приговоре судья произвела такую подмену она сказала нет суд установил что деятельность местной религиозной организации не было продолжено шпаковский не продолжал а была продолжена деятельность религиозной группы но это совсем другое он в этом не обвинялся поэтому но я не знаю но даже по формальным таким причинам в апелляционной инстанции по сути должна отменить приговор в других не знаю делах свидетелей го судьи часто изменяет вообще и формулировку и переквалифицируют сами части статьи там 282 ну то есть старается понимая что это не преступники старается либо как-то смягчить либо ну сделать все чтобы это не было связано с лишением свободы а здесь мы видим но наоборот какое-то ужесточение ну я хотел бы уточнить то о чем собственно вы уже сказали вы собираетесь подавать апелляцию и видимо собираетесь идти до последней инстанции чтобы обжаловать этот приговор ну конечно да но даже если внутренние средства стране окажется не эффективным это в любом случае другие там адвокаты профессионалы так далее что мы по крайней мере международных судах такие решения и приговоры точно не устоят потому что уже многократно были выражены на позиции как европейского суда так и советов по правам человека при оон тем более как бы сейчас есть три решения рабочей группы по произвольного задержания по данной ситуации очень быстро как бы реагировать поэтому не знаю вообще после этих решений ожидал что эта вся волна прекратится потому что там призывают власти и правительство российской федерации быстрому неукоснительному прекращению таких произвольных задержаний и уголовного преследования где бы они находились на стадии следствия или суда но судья как-то в данном приговоре она обратила внимание на это но говорит раз они не официально не опубликованы пока что они вот только-только недавно были то суд не может принять их во внимание